АПЛОДИСМЕНТЫ 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 наверное, это было не в шестьдесят... Это было позже, наверное, в семьдесят пятом. Или в семьдесят пятом. У меня уже операция старческая память. Но я напомню главное, что Поле Мариа пел, так сказать, Никитин пел, и даже я что-то там... Вот. Но между Полем Мариа и нами, что-то не произойдет, там, сел двадцать человек в одинаковых серых костюмах, которые сидели, не били, правда, ничего, мрачно сидели и смотрели в сторону, значит. И так мы слушали налево, направо, налево, направо. Значит, мы, слава Богу, живем во время, когда этих молодых людей серых костюмах здесь, наверное, нету. Впрочем, все еще, может быть, вернуться. Кто его знает. Я тут получил замечательную записку по техническому музею. Дорогой Александр Васильевич, как, по-вашему, будет развиваться авторская пестия в следующий период застоев, в который мы уже погружаемся? Но не будем прогнозировать. Во всяком случае, для тех, кто здесь никогда не был. Значит, здесь объявляются условия как бы свободной игры. Первое. Значит, концерт, как правило, не имеет программы, а учитывая те заявки, которые участники нашего, именно участники, а не слушатели, значит, вот пишут нам. Вот им можно сюда поцелать, они кладутся, вот сюда, или для записок. И, как правило, мы стараемся все это выполнять. Беда стоит только в том, что если в первом отделении, а у нас будет полнометражная встреча в двух отделениях, народ стесняется и пишет мана, то во втором отделении, то ли под влиянием выпивки, то ли они уж так подходят в обстановку, много вы не выпьете при нынешних царах, тут я спокоен. Вот. А, значит, а вот, значит, записки означают тимбалом. И во втором отделении мы, как правило, не успеваем. Поэтому призыв, если что хотите писать, пишите в беду. Это первое. Второе. Если он придет в голову, а тем под влиянием выпьет какую-то старую песню, которую вы знаете лучше, чем я, значит, подпевать или петь своим голосом, ради Бога, не сдерживайте эмоции. Хуже меня петь вы не петь. Ингресс третье. Пожалуйста, не забудьте включить мобильные телефоны по окончанию нашей встречи. Это для новичков. Теперь для всех. Значит, в прошлый раз мы здесь с вами, что-то у меня сильная реграберация, я не знаю, ведется немножко микрофон, может, приберем немножко? Спасибо. В прошлый раз здесь была презентация одной из двух книг, которая сейчас выпустила издательство Эксмо. Спасибо. И славный представитель Игорь Петровский, где-то у нас тут сидит, блистая красотой и молодостью. Да, вот там. Так вот, сейчас вышла вторая книга. На самом деле, открыл вам секрет, это два тома одного произведения, на издательство Эксмо, чтобы можно было продавать по одиночке, они номера 1 и 2 не поставили. Вот, поэтому в тот раз накупили все, естественно, первую книгу «Атланты держат небо» или она называется «Воспоминания старого островитярина», как его недействительность являются. Вот. А вторая книга вот только сейчас тут появилась, и желающие, у кого есть первый том, могут, значит, приобрести только второй спокойно. Вот. Ну, а остальные там как хотят. Значит, в перерыве, естественно, все, все это подпишу. И, наконец, тут есть фильм, если кто-то его, не дай бог, не видит, не знает. Огромный сериал телевизионный, который является основой для обеих этих книг. Видео основой. Это огромный фильм, сделанный, значит, большим авторским коллективом. Документальный фильм. Тридцать две, тридцать четыре серии получасовых, охватывающий весь период моей жизни от талёпа тридцать третьего года, когда появился на свет на Васильском острове, от чего я считаю себя строительным, и до, так сказать, до прошлого года. Фильм этот насыщен хроникой уникальной, времён войны и так далее. Я сегодня, в принципе, буду действовать, конечно, по запискам, но когда, если не дай мне быть записки, я буду возвращаться к истории своей жизни, которая была длинной. И книга, так же, как и фильм, они, конечно, не о себе любимом, о эпохе, в которой мне довелось жить, я бы сказал, выжить, точнее, и о тех людях, которые ушли из жизни, и которым я благодарен за то, что я стал чем я стал. Вот и всё. Вот. Значит, вот и всё. Начнём мы как от печки, с одной и той же песни по традиции, написанной в далёком 58-м году. А, кстати сказать, ещё, только разговаривать не буду, тут песни нашего века, даже замечательный коллектив, я только что с ними расстался, мы снимали телевизионный фильм, защищённый семейцем селётею Кима, Ильича Александровича, который будет 23 декабря. Песни нашего века сейчас записали, они полгода назад известили мне, что они пишут мой диск. Я не обрадовался, они же пишут диски, только они замечательные люди, только ушачек авторов, Владимира Высоцкого, моего друга Викторовича Перковского. Я говорю, ребят, стоп, я ещё живу, не надо. А они мне с улыбкой говорят, Александр Масеевич, не волнуйтесь, мы ещё не записали. Вот сейчас они не просто записали, а 14 ноября была презентация этого диска в Театре Острады. И диск существует в продаже, и так далее. И ничего хорошего я от этого не жду, потому что всё, уже общий привет. Сегодня Киму бы обещали, что они его запишут, но ещё не записали. Я с этим вообще не тороплюсь. Итак, 58-й год. Балатка поисковой партии под игаркой. Первый. Снег. Александр Констравин. Балатка поисковой партии сучья трещат на небе. Эти часы, где все ещё спят, что вспоминаются мне. Небо далёко вопросит, давние письма домой. Царствие чеколочных сосен Снег. 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 Над палаткой кружится. Вот и кончается наш краткий ночлег. Снег. 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 Тихо на тундру ложится, на берегах замерзающих век. Снег. 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 Над Петроградской твоей стороной бьётся весёлый снежок. Сприкнет ресницы, звезда озорной Пляжем душинкой плавок, Промнул задумчивый иней Костую и светлую прядь. И над бульварами плынет В память градскому синий Вечер спустился опять. Снег. 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 Снег за окошком кружится, Он не коснётся твоих самок, Но вот их век. Снег. 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 Что тебе, милая, слиться Над тишиной замерзающих век? Снег. 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 Толкали сердце твоё с берегу, Ветер поёт на пути. Через туман и мороз и пуху Воня на тебя не дойти. Вспомни же, если сгрустнятся Наши стоя на камне. Плавишь, сколько придётся, Песня к тебе доберётся, Даже в ней лёг на мёдлице. Снег. 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 Снег на тайгу кружится, В юга заносит следы Наши стоя. Снег. 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 Пусть тебе нынче приснится, Залитый солнце, Мой задний герой, Залон в прошлый день. Снег. 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 Ну да, уже готов. Снег. 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 Уважаемый Александр Алексеевич, прочтите, пожалуйста, свои стихи, посвящённые Вашим родителям. Да, кстати, сегодня как раз тридцать лет назад, каковы, не стала моей мамой, Вашей Ленинграде, в восемьдесят пятом году. Отца никак не вспомню молодым. Всё седина, да высина, да кашель. Завидую родителям моим, ни почести, ни денег, не снискавшим. Завидую со временем целя, в наследство мной полученные гены, их жизни, недоступной для меня, где не было обмана и измены безропотной покорности судьбе, долготерпели холоду и боли, умели быть равными себе и презирать торгашество любое. Они всю жизнь, горбатя на страну, не нажили квартиру или виллу, деля при жизни комнату одну, а после смерти тесную могилу, чем мы живём сегодня и горим, что в полумраке будущего ищем, завидую родителям моим наивным, обездоленным и нищим. Воспоминания о блокаде Голыбельная на три такта, отлетающий ста и крик, вспоминаешь про детство такта, это значит, что ты старик, в календарь и на паспорт глянька, вспоминаешь далёкий год, эту песню громко нянька над тобою в ночи поёт, эту песню громко нянька над тобою в ночи поёт. На военной бодрой марше молодая шумика листва, солнце красной косынкой машет, уплывая за острова. Там костюмы и норик да боги, там газеты суля в беду, и оркестры глухие вздохи в Соломьёском сочном саду. И оркестры глухие вздохи в Соломьёском сочном саду. Голыбельная на три такта возвращает меня назад на родное моё и таку, мой покинутый Ленинград, там поюкает спящих в юга, там порозная бирюса. Обними же меня, подруга, и в мои загляни глаза. Обними же меня, подруга, и в мои загляни глаза. Ты видишь, в них силы загибают на военных забытых лет, и зелёное пламя взрыва, мир прожектора дымный свет. И когда по ночному тракту я отправлюсь к себе домой, Голыбельная на три такта надо мной не правда спорь. Спасибо. Над канатой, когда метель за окнами шальная, свирепствует, порою, иногда, учительница наша вспоминая войною опалённая года. Она утвердила по сто раз когда-то голодным ленинградским пацанам всегда любите Родину, ребята. За что любить? Я объясняю нам. Был муж его в тридцать седьмом расстреле, а мать его плакату умерла. Любите Родину, ведущую нас к цели. Любите Родину и все ее дела. Она болела тяжело под старостью. Ушла ей седая голова, и все, что от нее теперь осталось, вот эти же наивные слова. Я к ней несу цветочки на могилу и повторяю по сто раз на дню. Любите Родину, покуда будут силы. За что любите вы? Я объясню. 63-й год. Борт русско-военного парусика Крузенштерн. Канадский порт Халифакс-Юскоша. Над Канадой, над Канадой Солнце низкое садится, А не уснуть давно бы надо. Солнце низкое садится, А чего же мне сбиться? Над Канадой небо сиё. Межперед, дожди косы, Хоть похоже на Россию, Только всё же не Россия. Над Канадой небо сиё. Межперед, дожди косы, Хоть похоже на Россию, Только всё же не Россия. Но устало шепчет Гретья, И любовь заводит шашлык, Разбит нас, Снежом Аплельский, Манит нас уют домашний. Неснежом, как невесенье, Дом чужой не новосельный, Хоть похоже на весенье, Только всё же не весенье. Мне снежом, как невесенье, Дом чужой не новосельный, Хоть похоже на весенье, Только всё же не весенье. У тебя сегодня слякоть, В лужах солнечные пятна, Не спеши любовь оплакать, Не спеши любовь оплакать, По дождям набрать. Над Канадой небо сиё, В пешберез дождь и косы, Хоть похоже на Россию, Только всё же не Россия, Над Канадой небо сиё, В пешберез дождь и косы, Хоть похоже на Россию, Только всё же не Россия. Ещё одна заявка пришла в Хайфе, В Израиле, Вот среди старого сада, Где растения со всех концов света, На склоне горы, Возрушаются этим очень красивым городом, И стоит странный храм, Редкой конфессии Бахаи, Бахаевский храм. Такой Бахаевский храм есть в Чикаго, Где-то ещё я видел, Их не так много. Сторонниками войны конфессии, Гитлер уничтожал ещё предыдущий, Чем евреев и цыгач. Эта конфессия очень своеобразная, Возникла она где-то в начале 20 века, кажется, Она старается примирить все религии, У них все пророки, Христос пророк, Будда пророк, Магомед пророк, У них удивительно интересная идея, Это объединить, что Бог единый, Потому что на самом деле В этом, так сказать, Что-то, наверное, и есть верное, да? Меня совершенно поразил вид этого храма В Хайфе много лет назад, И я написал песню. Она во штаб путеводителей по Израилю, Почти во всех, где лечёт Хайфе, Где показывает этот храм, Всегда идёт сопровождение этой песни. Песня вот такая. На вершине кармель, где стоит монастырь кармелитов, Об окно же её, где могила пророка Ильи, Где склоняюсь католики, к небу возносят молитвы, И евреи, качаясь, Возносят молитвы свои, А за ночи на окно в синих лучах полыхают, У приехавших морем и суши всегда на виду. Возвышается храм на моёй на верой Вахари, Возле сада цветущего трижды в году. Возвышается храм на моей номере в Ахари Возле сада светущего трижды в году Этот сказочный храм никогда и теперь не забуду Где все люди вокруг, меж собой в постоянном ладу Одинаково чтут там Христа, Магомета и Будду И не молятся там, а сажают деревья в саду Здесь вошедших обнимают прохладные тени Здесь там клубок цветов, избояния животных и птиц Окружают тебя сочетания странных растений Что не знают границ, что не знают границ Окружают тебя сочетания странных растений Что не знают границ, что не знают границ Буду я вспоминать посреди непогоды мороза Лабиринты дорожек, воскновенных сбегающих вниз Где над синей морской распускается чайная роза И над жаркой розой недвижный паритки Борис Мы с тобой войдем в этот сад наклоненный полога Петли тихой птиц над цветами закружатся вновь И тогда мы вдвоем осознаем присутствие Бога Ибо Бог есть любовь, ибо Бог есть любовь И тогда мы вдвоем осознаем присутствие Бога Ибо Бог есть любовь, ибо Бог есть любовь Спасибо Пожалуйста, будьте продолжения ваших вечеров в Политическом музее Не знаю, в Политическом музее, вот кстати сказать Мы вообще, так сказать Никто не знаем Никто не чувствует Как все, знаете, из конкретного начальства Мы же вообще, так сказать, в полном произволе наших властей Вот много лет Политический музей Который, кстати сказать, стал известен Благодаря знаменитым поэтическим вечерам Начала 20-х годов Которые выступали и Блок И Маяковский, и Есенин Он был колыбелью русской поэзии А 60-е годы Знаменитый политехнический Воспетый Вознесенскими и многими другими поэтами Вот теперь, где в преусталу Куджава Все это кончилось Современное начальство Придя сюда, когда-то не нужно Это ничего Это политехнический музей Лекции, пожалуйста Литературные вечера И не дай бог, песни Вот Александр Николаевич Костролин С большим успехом вел там программу Споял вместе Извините Шесть лет Шесть лет Собрались люди Радых возрастов И пели вместе Распечатывались тексты, песен А Куджаву, Висборо Песен 60-х годов Было полное счастье Это все сейчас прикрыли, изобретели Мне технического этого больше не будет Мне сказали Вы профессор? Да Пожалуйста, лекции ваши можете читать Сихов никаких И песен, что б нет Я им буду читать при лекции Фиг Вот понимаете, какая штука Но это очень интересно Петь вместе приходится Извините В культурном центре Вооруженных сил Российской Федерации В Курсаву Вы знаете Это театр Очень странно Там очень хорошее место Место хорошее Нам волен Институт благородных девиц Не было Ну да, я понимаю К сожалению С политическим узелем Сейчас Очень сложная Ситуация Вот Значит Но не знаю Что из этого Там будет дальше Пока Не очень Вообще Авторская песня Как была Так сказать Не прикаянно Так она и осталась Нет ни одного места Это ни в Москве Ни в другом городе России Где был постоянный Какой-то зал И где можно было Братья песни петь Вот Испомнить и предать Все рассказать Историю создания Очень местно Сейчас и исполнить Вот А историю создания Я не расскажу Потому что в этой песне И так Слишком много Сказано С 77-й год Предательство Предательство Души Не заживающей Ожог Рыдать Устал Рыдать Устал Рыдать Устал Над мертвыми Рожог Зовет За третий Зимель Трубы Серебряная Трель И лошади Несутся По стерне Но что тебе Святая цель Когда Промитое Желель От выстрела Двится На спине Но что тебе Святая цель Когда Промитое Желель От выстрела Двится Вина твоя, что на твою Судьбу твою сломали, брата сей Жена твоя, жена твоя Жена твоя и лучших друзей А все вокруг, как будто зая Смотрят ласково в глаза И громко воздают тебе хвалу А ты добыча дня ворон И ноты пустые разорён И кривеник пылится на полу А ты добыча дня ворон И ноты пустые разорён И кривеник пылится на полу Учитесь вы, учитесь вы, учитесь вы Учитесь вы друзьям не доверять Мучительно, 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 мучительно Мучительно верность велики терять И в горло нож вонзает брук, а подтесает берег рот И хочется довериться врагу Земля в закате и в дыму Я умираю потому, что жить без этой веры не могу Предательство Предательство Души не заживающий ожог Рыгатель стал Старый гадил стал Старый гадил стал Над мёртвыми рожок Зовёт за третий тебе Трубы в серебряной метре И лошади лисунца по стерне Но что тебе, святая цель Когда пробитая жилья От выстрела дымится на спине Но что тебе, святая цель Когда пробитая жилья От выстрела дымится на спине Спасибо Спасибо Так Нашу гидронавтскую Да, это вот тут присутствует мой старый соплаватель Замечательный человек Алексей Островский Или, Лёша, это не ты написал, нет? Нет А где вы написали? Замечательно В далёком, в далёком 21-м рейсе Правильно я вспоминаю? Семьдесятвёртый, что ли, год Судно Дмитрия Меделеев Мы впервые получили на борт Подводные обитаемые аппараты Которые нас уже называли ПАСИС Наши Аквонавты Это неправильно Это ПИСКИС Рыба по-латыни На самом деле А ПАСИС, они же это мирно Это фигня Но так-то привёл ПАСИС ПАСИС С Сашки Подражанского пошло И стали согревающим Но тем не менее Значит, мне довелось Попасть тогда Первый раз в жизни Погружение Но небольшую глубину В море Бисмарка Который сейчас Завязан в Линейском море У Волотова Хермит У Новокиней Мы в следующем месте были Да И, значит И мне, собственно говоря Совершие другие Наши славные гидронавты Которые А сейчас они уже там Погружают разных членов Повидцов Путина погружали На Байкале Какого нашего Артура Челингарова На Северном полюсе Сейчас Божий Самоган Вот И так далее Но это были первые погружения Этих аппаратов И они потребуются Я написал Песню подводного пилота Я сказал Я могу Написать только с натурой Возьмёте Мне и взяли А потом пошло Я там раз 15 Погружался На разных аппаратах На разных океанах Уже отдельно Это у меня в книге есть Подробнее Так вот Дело в том Что водный толщий океан Верхний стоян Значит там На разных глубинах Висит такой плантон Плантон Такие Ну мелкие зверюшки Которые сами не перемещаются Грубо говоря Но они так сказать Вот Висят как хлопец снега И когда аппарат Идёт вниз То они идут наверх А когда аппарат Всплывает То точно Имитация Будет крупный хлопец снега Падает вниз И ты всплываешь вверх Значит наш директор Андрей Сергеевич Мунин Светлой памяти Вшедший из жизни Очень посторовый человек Который Замечательно получённый Светлейшая голова Дикий самодур Чудовичный Как Павел I Но Дико Он сказал по этому поводу Градницкий написал Трустливую песню Он поёт о том Что хорошо Когда они всплывают Они должны петь Не когда всплывают А когда погружаются Я сразу вспомнил Сразу традиционный тост Военных подводников Что число А вскрытие равняло Чисто погружения Вот Когда спирт и шпрот Равняются Мне довелось там Много раз побывать И вот такая песня ЦГБ Центральный гидравлический баланс Который продувается Чтобы аппарат Пошёл я Кислородка Скрубер Все дела Не пиши Тревожных писем Мне Не зови Немедленно Назад В океанской Тёмной Глубине Нас несёт Подводный аппарат Я плыву Безручно Как во сне Надо мною Ни боёв Ни веш За окном Платон идёт Как снег Это значит Мы всплываем вверх За окном Платон идёт Как снег Это значит Мы всплываем вверх Говорил Тебе я много раз Ты важней всего В моей судьбе Но важней Наверное Сейчас Кислород Болгас Тебе Чтоб сменил Серебряный Глаз Вех Чтобы день Весенний Не поверг За окном Платон идёт Как снег Это значит Мы вставаем вверх За окном Платон идёт Как снег Это значит Мы вставаем вверх Это значит Мы вставаем вверх Все покажут Как быть Наверное Должно И поднимем Снова мы Бокал И прокрутим Старое кино Весенний Жизнь Иную Дали мне Я б её Наверное Отверну За окном Завтра идёт Как снег Это значит Мы всплываем вверх Если в жизнь Иную Дали мне Я б её Наверное Отверну За окном Платон идёт Как снег Это значит Мы вставаем вверх Спасибо Я сейчас вспоминаю Как в Маданге Там На армейне Голостояре Наша Яркая Владинка Тома Щеголькова Купила Там всякие Экзотические предметы Местные маски Там Новозеландские Ещё чего-то Она била Очень красивую Резную палочку За 12 долларов И только на суде Я объяснила Что это не просто палочка А там ритуальные Всякие дела И маски Ритуальные Я например купила Дереванную маску Она до скорого дома Висит С этим носом Соединяющим с ртом Кажется Это знак Сегдового Сессориста Я тогда Этого не знаю Чёрт с ним Пусть висит Но она купила Палочку Которую Производит Шаман Там местный Производит Дефлорацию Когда девушка Ходит замуж На глаза Купли Для нас Этой палочки Должны Решить детственность А потом Уже муж Может Приступить Она этого Не знала Когда это Виситили Она покраснела И кинулась Топить Эту палочку За борт А потом Подумала 12 долларов Очень жалко Да Она мужу Хотела Привесеть Я так не знаю Что с этой палочки Сталось Но тем не менее Проблемы Я помню Были Да Да Ронин Спасибо За ваши Стихи У вас Сразу Сколько О Ленинграде Севастополе Так Ну сейчас Что нибудь Огно Наверное Ну давайте Здесь песен О Ленинграде Что мы там Такое Может Сейчас Давайте Дворец Давайте Дворец Трези В том месте Где фонтанка Вытекает Из дневных На углу Летнего сада Который был разбит При Петре Первом Причем Поскольку там Стали голые девки Мраморные И православные люди Крестились И дали в них камни То около Каждой такой статуи Особенно Кладу Венеры Был постоянный пост Преображенских Гвардейцев Аж с ружьем В руках Чтобы эти статуи Никто не обидел Но на самом углу Стоит Построенным Архитектором Джакома Трезини Двухэтажный дворец Витний дворец Петра Винникова Это его Второй дворец После Хибара Который стоит Там Угода Святая Троица За Троицким мостом Справа Недалеко От нынешнего Нахинский училищ Корпуса Прежнего Да Вот И странным образом Устроен этот дворец На каждом этаже Этого Двухэтажного дворца Шесть окон С одной стороны Шесть окон С другой И ориентирован На нее по всем По главным Странам света Как по компасу Прямо Чтобы много Придел судьбу Нашей Как над великой Империей В краю Где суровые зимы И зелень Болотной травы Дворец Архитектор Тресини Поставил У края Невы Бьется Молокуренный Запах Кружится Дубовый Столк Алтюжный Голокон На запад Ползюжный На восток Ползюжный Голокон На запад Ползюжный На восток У земны Качаются Тропы У серых Морей На краю То Азия Здесь То Европа Диктует Погоду Свою То ливень Балтийский Внезапер То ветер Сибирский Жесток Ползюжный Голокон На запад Ползюжный На восток Ползюжный Голокон На запад Ползюжный На восток И в этой Лесамы Связи Мы Вот так С той поры И живем И живем Как нам Архитектор Дейси Поставил Сей каменный Дом То вновь Орудийный Залпы То новый Дубовый Исток Ползюжный Голокон На запад Ползюжный На восток Ползюжный Голокон На запад Ползюжный На восток Ползюжный Ползюжный На восток Ползюжный Голокон На запад Ползюжный На восток вторая песня это довольно скандальная песня написана 3-4 года назад в Валаклаве в Севастополе вернее на фестивале Валаклавские каникулы после этой песни это была фестиваль русской авторской песни после этой песни на 3 года местными властями был запрещен фестиваль русской авторской песни вот сейчас песня такая она комментирует не терпит если откройте в интернет много руманевый адрес есть из-за этой песни пахнет дымом отбавшим знамён малопробуем от битвы жестокой сдам последний вчера пусть он и вступают враги в Севастополь израненный мол ведь солдат спотыгаясь на каменном спуске этот город вернётся назад Севастополь Севастополь останется русским этот город вернётся назад Севастополь останется русским над кормой приспущенный флаг в небе сиропичные стаи севастополь 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 что цели что цели наступающий год сново нервов думан и глиста я ступаю в последний вельбот покидающий краску пристань и шепчуя прищурив глаза не скрывая непрошенной грусти этот город вернётся назад Севастополь останется русским этот город вернётся назад Севастополь останется русским севастополь тут целый список возьмём что-нибудь одно например по-руссам Крузенштейн 62-й год первая экспедиция на Крузенштейн у меня в этом фиге есть очень интересная серия по-руссам Крузенштейн где снят Крузенштейн в океанском плавании вообще там очень интересная серия хроника вот там все начнется без шестьдесят второй год мой первый поход у военных моряков не рейсы а поход даже когда в военных кораблях не бывает капитана только мандир заправлены вы белый гордо и жди меня скоро жена опять закипал я дуборта крутого посола волна над северным солнцем неверным под южных небес синевой всегда по русам грузочная рна шумят над моей головой всегда по русам грузочная рна шумят над моей головой и дома порой я ночную лишь только раскроют окно опять не метро на дам полет другое поет полотно тесны домашние стены и нужен домашний покой когда по русам грузочная рна шумят над моей головой когда по русам грузочная рна шумят над моей головой когда по русам грузочная рна шумят над моей головой когда по русам грузочная рна шумят над моей головой а вот первую песню это восемьдесят третий год наше судно дмитрий менделеев зашло в столице уругвая порт Монте-Видео и на рейде я видел большой черный крест торчащий из воды и штурм написали мне что этот крест верхушка мачты печально известного фашистского карманного линкора адмирал Граф Шпея который после кровопролитного боя в тридцать девятом году они навели ужас на Атлантике в Атлантике на все суда был затоплен англичанами а дело в том что я когда учился в моей постоянной ленинградской школе мужской голодное было время у мальчишку у нас была какая-то смешная песня в основном классе один автор не знаю что это голодка я иду порваю ночью эти выкали глаза слышные крики попугаев и мартыши голоса я встроил эту песню никогда не думал что я буду выкали глаза слышны крики попугали и мартыши голоса над цветущей долиной где не меркнет синева этой песенке старинной мне припомнили слова я иду по гуруваю где так жарко в январе про бомбежки вспоминаю про сугробы во дворе мне над мудной лаплатой вспоминаются дрова год далекий сорок пятый наш отважный пятый ад малолетки и верзилы пели песню наравне по гуруваю по гуруваю по гуруваю по гуруваю здесь нарыде затонул и напомнит так же страшен бывший мальчатый черный крест что на шарике на нашем не бывает дальних мест я иду по гуруваю в годы прошлые лет назад вспоминаю 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 ленинград и я иду по гуруваю ночь хоть выкрики глаза слышно критик попугали и мартыши голоса да леша вот стихи матюшки ли если я вспомнил федор матюшкин кому-то знаменитый русский отборок лицейский друг пушкина подручился в том же тарско-сильском лицеем вольховский первый ученик князь горчаков егений пушкин всех дальновидней из них был мореплавателем матюшки что прочив себя волнам сумел познать все страны света и жаль что он известен нам лишь как лицейский друг поэта не дал он и его вина законов утром не державы за стол зеленого сукна не приглашал его державе но вне покинутой земли таким делом пейзажа каких представить не могли ни горчаков ни пушкин даже жил долго этот человек и много видел слава богу поскольку свой жестокий век всего он предпочел дорогу и к тем же назовя местам от всех сомнений панацея зеленый бронзовый секста пырится в комнатах лицея дуэт дуэт стоняя у огня на жесткую щеку и лежит с лица что ли сливая грусть тоску и рука крестьянки воли на жесткую щеку спешим же в даче в югу в поток не проснил и во сне сно сгорая Друзья мои, мельные, скучают без меня. Там головы неные, славяка, как огня. Друзья мои, мельные, скучают без меня. Мужчина пришла, а не пришла еще. Но она появится. Я вам отвечу на этот вопрос тогда во втором отделении. Хорошо? Спасибо. Женился на самом деле. Так, это может быть. Так, они принесем во второе отделение. Давайте в чемпи-кап заявка не пришла. Но я совершенно убежден, что заявка на эту песню будет. Давайте в этой песне наше первое отделение закончим. Тем более, что я очень рассчитываю на поддержку вашего хора. Я не объявляю, не рассказываю ничего. Там песня говорит сама за себя. 70-й год. Республика Сенегал. Леша, кстати, тебя не было много лет, да? Пару лет назад я рассказывал, что я вам порассказал. Во время авторского вечера в театре Гюнгауза на Трубной площади. И в конце первого отделения надстудом поднялся черный человек. В смокинке, в бабочке. И он держал в руках большой там-тан. И на хорошем бутылческом языке сказал, что по обращению происходительства чеченному полночного поста Республики Сенегал в России, господин, такого-то. Вручаю вам этот там-тан знак уважения от Сенегальского правительства за то, что в России за всю историю Герои писали песню о Республике Сенегал. Аплодисменты И жена французского масла. Крокодилы, пальмы, бабы, и жена французского масла. Вот французский я не понимаю И она по-русски нифига, Но как высоко крути ногаю, Как нога высокая нога. Где ношены теперь другие бабы, Все мне душу Африка свела. Хо! Крокодилы, пальмы, бабы, И жена французского масла. Крокодилы больной бабавой И жена французского сон Дорогие братья и сестрицы Что такое, все вы со мной А все мне сон один и то же слиться Широкой экраны и цветной И в жару, и в злое, и в нерасти Все сжигает у меня до плана Прям постель распахнутая Настяш И жена французского сон Прям постель распахнутая Настяш И жена французского сон Спасибо! Спасибо!